Ну вот удивительно, да, если в эпителиальном раке яичников вообще тысячи больных, куча рандомизированных исследований, и до сих пор оказывается уйма заблуждений, я даже не знаю, о чём говорить тогда про герминоген опухоли яичников, где нет ни одного рандомизированного исследования, а в нашей стране, мало того вообще статистики нет, ну, наверное, по моим прикидкам, ну, должно быть человек 150 в год вообще больных с злокачественными герминогенными опухолями. И поэтому я вот здесь поставил картину Иронимуса Босха, она называется «Удаление камней глупости». Вообще, на мой взгляд, за 20 лет с научной точки зрения влечения герминогенных опухоли яичников, вот, по-моему, ничего не произошло. А все проблемы и заблуждения, они даже не в науке, а больше в наших головах. И вот во времена Босха, например, считалось, что глупость, она проистекает от камней, которые откладываются в голове, ну, так же, как в почках откладываются, да, там, в других местах, тогда уже о камнях знали, и поэтому их нужно вынуть. И вот эта картина посвящена мошенникам, которые обдурили человека. Ну вот, красным я выделил про то, что если мы говорим о герминогенных опухолях яичников, то вследствие того, что их просто физически очень мало, и рандомизированных исследований нормальных никогда не было и не будет, нужно экстраполировать данные с герминогенных опухолей яичка. Этих опухолей раз в 10 больше. Есть рандомизированные исследования, а опухоли на молекулярном уровне абсолютно одинаковые, и в микроскоп вам ни один патолог не отличит эмбриональную карциному или опухоль желточного мешка из яичника или из яичка, если при этом не будет вокруг окружающей ткани. И поэтому у меня получится, может быть, несколько странный доклад, будет периодически яичко с яичниками меняться, но вот вы сверху, если что, обращайте внимание. Поэтому по поводу истории заблуждений, по сути дела, ничего не будет, а вот можно остаться на заблуждении и цитируя нашего замечательного коллегу, что разруха, ну я изменил, она всё-таки не в науке, а разруха, я считаю, что в наших головах происходит. И поэтому больше об этих заблуждениях, не научного характера, а просто о незнании, наверное, врачей, как нужно лечить герминогенные опухоли яичников. И в частности, первое, что я призываю, если начинать лечить герминогенные опухоли яичников, нужно забыть вообще то, что знаете об эпителиальном раке яичников. Вообще в стране, мне кажется, почему плохие результаты лечения герминогенных опухолей яичка, в частности, это я цифрами могу продемонстрировать, а про яичника так как статистика нет, но показать не могу. Но потому, как вижу, как их лечат, понимаю, что тоже плохо дело обстоит. А проблема, мне кажется, в том, что в очень многих диспансерах эпителиальным раком яичков химиотерапии вообще кто занимается от начала до конца? Я вообще знаю, что онкогинекологи занимаются. И онкогинекологи, ну они сфокусированы, они всё-таки не специалисты химиотерапии, и они сфокусированы на одной проблеме. Если ты 99% времени занимаешься применительно к опухолю яичников эпителиальным раком яичников, то, наверное, всё-таки сложно чуть-чуть переключиться на герминогенные опухоли. А герминогенные опухоли яичка, они же не занимаются, они же гинекологи, этим занимаются химиотерапевты. И поэтому получается, что этих больных, или урологи занимаются, да, что вряд ли лучше. И поэтому получается, что эти больные как бы бесхозные, они должны, один и тот же человек должен лечить герминогенные опухоли средостения, герминогенные опухоли головного мозга, герминогенные опухоли забрюшинного пространства, яичко яичников. Это должен заниматься один человек, химиотерапевт, по сути дела, но в целом руководить, так как эта опухоль всё-таки чувствительная химиотерапия. Кроме того, следует помнить, что улучшить отдалённые результаты в целом для герминогенных опухолей есть популяция больных, которые всё-таки плоховато лечатся. Но в целом улучшить результаты практически невозможно. Ну, вылечивается, я покажу потом, ну, вылечивается 90% больных популяционно, да, ну, что вы, ну, выше уже не прыгните там, ну, нельзя прыгнуть там к 100%, всё равно такого не получится у вас никогда. И поэтому лечение должно быть направлено всё-таки на минимизацию токсичности и на сохранение фертильности. Все мы понимаем, что средний возраст этих пациентов примерно там в районе 20 лет, если мы отсечём совсем ещё детские опухоли, да, и поэтому вот это очень важно об этом помнить. Ну, про причину плохих результатов не хочется обсуждать огромное количество ошибок, связанных с патоморфологией. Это огромный пласт, ну, на мой взгляд, наверное, каждый третий пациент, у которого есть какая-то ошибка, всё это завязано на патоморфологах. Или же на этапе интраоперационной, когда гинекологи общей сети идут на операцию, делают посрочные исследования, им дают рак, им дают рак, они выполняют экстерпацию матки с придатками, с чистой совестью, да, а потом планово приходит, а может быть и не приходит даже планово, а потом при рецидиве, при пересмотре в другом месте это выясняется, вдруг что это, оказывается, была злокачественная герминогенная опухоль. Всё, поезд ушёл, матку он на место не зашьёшь. Другая крайность, очень часто не могут отдифференцировать зрелую и незрелую тератому, это огромнейшая проблема для патоморфологов, которые не очень заспециализированы в этом. Очень часто дают диагноз «зрелая тератома», гинекологи, несмотря на то, что видят повышенный уровень АФП, почему-то верят патоморфологам, а здесь нельзя верить патоморфологам, если АФП повышен, значит есть какой-то злокачественный компонент, это очевидно. Надо ставить вопрос о проведении химиотерапии тогда, ну что-то с этим пациентом делать, и отпускают этих больных никуда, что такое зрелая тератома. Ну, дермоид на киста, это вообще практически доброкачественное состояние, ничего делать не надо. Вот, поэтому если пройтись по основным составляющим, первый вопрос, где, на мой взгляд, происходит достаточно много противоречивых событий, это хирургический метод лечения, и встаёт вопрос об оптимальном объёме хирургии. Ну, я, наверное, неправильно поставил при первой стадии, вообще, можно сказать, при всех стадиях гербиногенных опухоличников, это односторонняя тубовая ректомия. В 50-е и 70-е годы агрессивная хирургия, когда проводилась по принципам эпителиального рака яичников, и тогда просто хирурги пытались компенсировать отсутствие эффективной химиотерапии, потому что все мы помним, что платина, цисплатин вообще вошёл в нашу жизнь в 78-м году только на научном плане, не знаю, когда он физически появился в наших диспансерах, может, 10 лет спустя. Но в США уже в 77-м году было показано, что тубовая ректомия – это безопасная альтернатива экстерпации матки. В 77-м году в Соединённых Штатах Америки. Мне интересно, сколько даже в 80-х-90-х годах, какой процент больных с гербиногенными опухолями, у нас выполнялось одностороннее органсоохраненное лечение, я думаю, это меньшинство больных. К сожалению, в России до сих пор приходится видеть, ну я как минимум раз в месяц вижу молодых девушек-женщин, которым была выполнена ошибочно большой объём операции в виде удаления матки с придатками. Если посмотреть на данные Ронса, да, это 163 пациентки, большая часть пациенток, ну какая-то часть пациенток была оперирована не у нас, а потом с рецидивами уже к нам пришли. И вот по нашим данным у каждой третьей пациентки была выполнена ампутация или экстерпация матки с придатками. Но в большинстве, нужно сказать, что всё-таки была оперирована в общегинекологической сети, как я сказал, или же искренне заблуждались из-за патоморфологов, либо знали исходно, что такой диагноз, но тем не менее ошибочно пошли на большой объём хирургического вмешательства. Если мы посмотрим, опять же, по нашим данным, и эти данные, собственно, они подтверждаются и международными данными, по поводу того, что объём удаления первичной опухоли никоим образом не коррелируется с удалёнными результатами. Если мы посмотрим, например, на первую стадию заболевания, что экстерпация матки с придатками, что односторонняя авариктомия, что мы посмотрим на распространённые даже стадии, вторая-четвёртая стадия, то мы видим, что объём хирургического вмешательства никоим образом не улучшает отдалённые результаты. Поэтому органсохранное вмешательство, естественно, если женщина детородного возраста и хочет сохранить фертильность, потому что если она не хочет сохранять, то, конечно, что там выделять, можно всё убрать. Но если она хочет сохранить фертильность, а это большинство пациенток, на моей практике, то независимо от наличия даже отдалённых метастазов, обширного распространения, даже при поражении, мы в ряде случаев обсуждали с гинекологами, даже при поражении второго яичника старались удалять максимально этот яичник, резекцию того, проводить химиотерапию, и женщины оставались сохранённым яичником, с сохранённой функцией этого яичника, и были даже беременели. По поводу необходимости стадирования при первой стадии. Это вопрос действительно спорный, и, по сути дела, никто вам однозначно не скажет, как правильно или как неправильно, потому что не было больших рандомизированных исследований. С одной стороны, в ряде руководств рекомендуется, что нужно выполнять резекцию большого сальника, нужно делать смыв из брюшины, нужно делать биопсию из брюшиных лимфоузлов, кто-то даже советовал выполнять забрюшины лимфоденоктомии, собственно, профилактически. Но на самом деле данный объём нужен только в тех ситуациях, если исходно вы рассматриваете тот вариант, что пациентка может быть оставлена под наблюдение. Если пациентка планируется под наблюдение, а это, ну, забегая вперёд, могу сказать, по сути дела, или дисгерминома, первая А стадия, либо незрелая тератома, ну, по поводу грейдов, там стадии можно спорить, но тоже первой стадии. Если же вы исходно взяли уровень АФП ХГЧ, это должно входить в стандарт, и вы видите, что у вас АФП, извините, там, 200, 300, 400, 5000, вы понимаете, что имеете дело с опухоли желточного мешка, вот там при любой стадии показано проведение профилактической химиотерапии, начиная с первой А стадии, от очень злокачественного опухоли, или ХГЧ у вас высокий, та же самая ситуация. Ну, понятно, что у вас не будет, в любом случае опций наблюдения не будет. И поэтому нет смысла выполнять дополнительные процедуры стадирования, потому что известно, что дополнительные вот эти процедуры увеличивают только риск хирургических осложнений. Второй вопрос по поводу резекции контрлатерального яичника. Сейчас более-менее все пришли к тому, что вследствие того, что поражение контрлатерального яичника – это достаточно редкая ситуация при герминогенных опухолях, но чаще бывает 10-15% при дисгерминомах, но дисгерминомы настолько высоко чувствительны опухоль к химиотерапии, что, опять же, не нужно выполнять резекцию, потому что известные данные, вот ещё нашёл данные 1975 года, собственно, что существенно повышается после резекции яичника, вот этих широких резекций, повышается риск бесплодия из-за, как я понимаю, развития спаечного процесса и нарушения микроциркуляции в этой зоне. Интересные данные, они ещё не опубликованы, опубликованы в электронном виде. Это итальянское исследование. Они сфокусировались на первой стадии. Мы видим, чтобы набрать вот эти 144 пациентки, итальянцам пришлось скомбинировать, если я не ошибаюсь, по-моему, 9 центров с 1982 по 2014 год, собственно, вот они с трудом смогли найти 144 пациентки. И, в частности, они проанализировали роль, значение хирургического метода стадирования. И мы видим, что если... Части больным, половине больным проводилась одевантная химиотерапия, половине нет. И мы видим, что если не было выполнено полное стадирование, то, конечно же, это повышало риск развития рецидива. Да, рецидивы развивались чаще. Но эти рецидивы, они практически все вылечивались проведённой химиотерапией. Если за этими больными наблюдали, рецидивы выявляли в начальной стадии. И, по сути дела, неполное стадирование было единственным фактором при многофакторном анализе, которое свидетельствовало о том, что да, будет выше риск в группе наблюдения, выше риск рецидива, но вы этот рецидив в дальнейшем вылечите, и на продолжительности жизни это никоим образом не скажется. Та же самая ситуация, кто занимается герминогенами опухоли не яичка, мы имеем при первой стадии заболевания. Мы можем не подвергать больных ненужной химиотерапии, будем наблюдать. Мы понимаем, что у нас риск рецидива 25% составляет. Но мы его поймаем в начальной стадии, и с вероятностью 95-98% мы его вылечим. Уже таргетно химиотерапию получит только тот пациент, который действительно в ней нуждается. Не будем профилактически проводить АБКМУ. Та же самая ситуация. И опять же демонстрирую, что опухоль желточного мешка имеет худший прогноз, поэтому для хорикарциномы и для опухоли желточного мешка, конечно, вопрос о том, проводить или не проводить адювантную химиотерапию, не обсуждается. Это нужно делать для всех пациентов. Если говорить о химиотерапии, об адювантной химиотерапии, то, опять же, интересные данные были опубликованы в этом году, посвященные роли адювантной химиотерапии при незрелой тератоме. Очень интересная статья. И я, кстати, сам теперь по-новому взглянул на эту проблему. И, по-видимому, буду менее активно подходить к назначению адювантной химиотерапии при первой-второй стадии незрелой тератомы. Дело в том, что я всё-таки не занимаюсь детьми, взрослыми, а так как достаточно много гермоногенных опухолей яичников у детей, а ими занимаются у нас отдельно совершенно детские онкологи, а все мы знаем, что это совершенно отдельное сообщество, они лечат своими комбинациями, они проводят свои исследования, вот как-то всё совершенно по отдельности. И оказывается, если у взрослых положено, что всё, что начиная с незрелой тератома выше, чем первая стадия, либо больше, чем грейд-1, ни разу, кстати, не видел, чтобы патморфолог Российской Федерации писал грейды для тератома, для незрелой, ни разу. Вот зрел, незрел и видел, чтобы грейды не видел. Ну вот, во всех этих ситуациях в России для взрослых, ну и в мире, собственно, проводят, стараются назначать адювантную химиотерапию. А у детей практически при любой стадии незрелой тератомы, хотя я не очень понимаю, как при третьей стадии можно не проводить адювантную терапию, они к незрелой тератоме относятся спокойнее, считают, что это, ну, какая-то полудоброкачественная опухоль и не назначают адювантную химиотерапию. И таким образом было проанализировано ретроспективно, конечно, это никакое не проспективное исследование, проанализировано 180 пациентов, детей и взрослых. И мы видим, что у детей адювантную химиотерапию всего лишь 8 была назначена, большую часть её не получали. А у взрослых все пациентки получили адювантную химиотерапию. И что мы видим? Если мы посмотрим на число рецидивов при первой-второй стадии, у детей, у которых, собственно, не было никакой адювантной химиотерапии, всего лишь 3% рецидива. Если сфокусируемся даже ниже чуть под таблицей, grade 3, да, это наиболее злокачественная незрелая тератома, где у взрослых совсем не обсуждается, всем вроде руководство рекомендует проведение адювантной химиотерапии, мы видим, что без проведения всякой адювантной терапии при grade 3 первой-второй стадии 92% без рецидивной выживаемости. Ну, то есть у 8% больных всего лишь развился рецидив. И, собственно, видим те же самые данные у взрослых, но только взрослым проводилась химиотерапия. Поэтому из этого исследования авторы делают вывод, что пациенткам с незрелой тератомой первой-второй стадии независимо от степени злокачественности может быть предложено наблюдение. Я, конечно, не рекомендую на основании одной вот этой работы кидаться, сейчас менять стандарты, но вот лично для себя я теперь понял, что буду, наверное, подходить более спокойно к назначению адювантной химиотерапии при незрелых тератомах. Собственно, почему весь этот разговор мы ведём, да? Ну, что такое дать химиотерапию? Мы тут обсуждаем при эпителиальном раке 6 месяцев, 12 месяцев давайте полечим, может, ещё побольше давайте полечим. Ну, что такое лишние 6 курсов? При герминогенных опухолях мировое сообщество борется за каждый лишний курс химиотерапии. И РТС в своё время не поленилась провести огромное исследование, чтобы сравнить при опухолях яичка 3 курса и 4 курса химиотерапии между собой. Вроде для нас всё такое, один курс химиотерапии дать пациенту, это же совершенно ни о чём. У нас герминогенные опухоли по 6, по 8 курсов. Я видел пациентов, которого 2 года непрерывно лечили. Из них 90% курсов были сделаны из-за зря. Там была просто растущая зрелая тератома, на самом деле оперировать надо было пациенту. Ну вот, дело в том, что химиотерапия обладает токсичностью. Про острую токсичность мы знаем, мы героически потом хвалимся, как мы смогли кого-то спасти из этой токсичности, и выглядим, как вот эти пожарные, сфотографирующиеся на фоне горящего здания. Но на самом деле в нашей стране совершенно никто не анализирует отсроченную токсичность химиотерапии. Дело в том, что если мы работаем, ну опять же говорить об эпителиальном ракеичниках, то все эти пациентки, ну, во-первых, они не молодые. Во-вторых, рано или поздно они все погибают, лечатся они всё равно непрерывно, долго, и никто будет рассматривать вопрос, как через 15 лет на их здоровье аукнется лишние три курса проведённого поглитоцелоскарбоплотина. Честно сказать, никто, никого это сильно не волнует. Для этих же пациенток, которые в 15-20 лет вылечены, встаёт вопрос, как они начинают страдать, чем через 10-15-20 лет. И для гермоногенных опухолей яичников, конечно же, данных опять же нет, но если экстраполировать с яичка, где проводится точно такая же химиотерапия, да, 3-4 курса БЭПа, достоверное повышение нейротоксичности, нефротоксичности, вторичных опухолей, лейкозы, как правило, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия, ранняя менопауза, для мужчин это гипогонадизм, и в частности развитие метаболического синдрома, то есть опороз, да, снижение качества жизни, поэтому куча депрессии у этих пациентов, астенизация, которая сохраняется годами, поэтому это на самом деле каждый лишний курс химиотерапии аукивается дополнительной токсичностью, вот поэтому каждый раз назначая, когда ко мне приходит пациент с гермоногенных опухолей яичников или яичка, я всё время прежде всего думаю, а, можем ли мы обойтись без химиотерапии, б, как можно меньше курсов химиотерапии мы можем назначить, там, один или два, мы можем на обходе полчаса выяснять, два или три курс химиотерапии провести, да, но кто-нибудь у нас будет в стране выяснять, дать человеку лишний курс химиотерапии или нет, назначат ещё четыре на всякий случай, и всё. Если говорить о химиотерапии при гермоногенных опухолях яичка, то мы знаем, что БЭП является стандартом, он является стандартом последние, ну, не знаю, наверное, лет 30 уже в лечении гермоногенных опухолей яичка, но, конечно, в нашей стране существует много всяких его вариаций, при том, не очень понятно, откуда они даже происходят. Самое распространённое заблуждение, о, мы к заблуждениям вернулись, заблуждение, это что в БЭПе должно быть 15 мг блеомицина за курс. Я не пойму, откуда это. Это, вот это массовое помешательство и массовое заблуждение. Во всех справочниках режим исходно был энхорном, изобретён ещё, там сразу был 90 мг за курс. Там 1, 8, 15 день, или 1, 3, 5, например, день. Откуда у нас 15 мг за курс, понять совершенно невозможно, но вот, может, вам смешно, но на самом деле, каждая вторая пациентка, приходящая откуда-то, получившая БЭП на стороне, откуда-то вырисовываются эти 15 мг. У педиатров есть, конечно, такой режим с 15 мг, но приходят девушки 25-30 лет, которые явно не лечились в педиатрической сети. Поэтому 3-4 курса БЭП – это стандарт лечения, и призываю не проводить больше 4 курсов БЭП. Я тут не стал загружать, приводить данные нашего отделения про герногенных опухолях яичка, где мы показали, что свыше 4 курсов БЭП, даже при наличии метастазов в головной мозг, в печень, в лёгкие, увеличение числа курсов ничего не даёт, кроме лишней токсичности. 4 курса БЭП – это максимум вообще, что пациентам должно проводиться в первой линии. Некоторым можно обсуждать 3 курса. Если мы обратимся, опять же, к нашим данным, то мы сравнили эффективность БЭПа или ИП, раньше ещё мы ИП проводили, сейчас уже отказались от этого, всё-таки БЭП проводим, более эффективная комбинация, и других режимов химиотерапии. Это были тоже платино-содержащие режимы, но кто что, кто переби, ВАБ-6 проводили, ВАКи какие-то, по клитоксел с цесплатином, когда ошибочно ставили эпителиальный рак яичников. И мы видим, и мы видим, тут не надо быть специалистом по статистике, чтобы увидеть, что, конечно же, эффективность БЭПа значительно выше, чем эффективность других режимов. И, собственно, международные данные эти же показывают, что в целом на круг при всех стадиях, да, популяционно, небольшие исследования, но удаётся вылечить свыше 90% больных. В скобках я кроме БЭПа ещё указал режим ПЕЙ, это с эфосфамидом. Этот режим является стандартом, это Макеевский протокол у педиатров. Детям они чаще любят проводить ПЕЙ. Это равноэффективный режим. Он обладает больше милой токсичностью, но не обладает пульмональной токсичностью. Поэтому или то, или другое. Ну, у взрослых применяется БЭП. Можем ли мы как-то определить прогноз у пациентки с распространёнными герминогенными опухолями яичников? К сожалению, на сегодняшний момент нет никакой прогностической классификации. Однако, вот мы проанализировали свои данные и поняли, что можно перенести классификацию, которая применяется при опухолях яичка. Ну, если занимались лечением химиотерапии опухолей яичка, знайте, что есть такая международная классификация IGCCG. 97-го года. Наизусть, там всех критериев всё равно никто, надеюсь, не помнит. Там входят маркёры и локализация метастазов. Уровни маркёров. И разделяется на три подгруппы 90-50% и 5-летней выживаемости. И мы попытались, взяли пациенток с опухолями яичников и эту классификацию применили к этим пациенткам. И оказалось, что, ну, может быть, больных было маловато, благоприятные промежуточные группы у нас со всем слились. Если их слить вместе, то, в принципе, на мой взгляд, получилась очень удачная классификация. Мы можем на основании вот этих критериев, но если критерии вам будут интересны, можете открыть любое руководство по лечению германогенных опухолей яичка, и классификация цепи, это, в принципе, там везде представлены. Мы можем разделить выживаемость пятилетнюю, одна группа 97%, да, практически все больные вылечены, и вторая группа, меньшая группа, где 64% пятилетние выживаемости неблагоприятным прогнозом. Поэтому, я считаю, есть одна публикация с Memorial Sloan Kettering Cancer Center, что вот эту классификацию можно применять для определения прогноза у больных с герминогенными опухолями яичников. Насколько нужно другой вопрос, на который я, честно сказать, при герминогенных опухолях яичников вообще не смог получить никакого ответа, искал и никаких толковых публикаций не нашел. Что нам делать с резидуальной опухолью после химиотерапии? Да, вот мы имеем распространенную пациентку, провели химиотерапию, вы нормализовали маркиор, или они существенно упали, и вот у нее остается малым тазу или по брюшине остается там, почему у меня само все переключается, остается там 3-4-5-сантиметровые какие-то опухолевые образования, или метастазы в печени могут быть, или забрюшинные лимфоузлы, да, могут быть. Надо их удалять или нет? Для герминогенных опухолей яичка этот вопрос, собственно, уже давно решен, что все, что больше сантиметра, надо удалять. Вот мы, когда проанализировали данные, собственные данные, то у нас оказалось, что у 25% пациенток после химиотерапии была резидуальная опухоль. И было выполнено ее удаление. В большинстве случаев 8-6% попытались удалить. Разная в зависимости от локализации была. Вот если вы посмотрите в таблице на морфологию, получаем приблизительно то же самое, что мы, кстати, видим при герминогенных опухолях яичка. Опять, вот все то же самое. В 16% обнаруживаем злокачественную жизнеспособную сохранившуюся опухоль. Вот 15-16% в те же самые цифры мы при яичке получаем. Примерно еще в 16% при герминогенных опухолях иногда побольше это наличие зрелой тератомы, которая все равно тоже требует удаления. Тератому нельзя оставлять, она будет расти либо она будет магнинизироваться к какому-нибудь саркому. И в большинстве случаев это некроз. Когда мы разложили выживаемость пациента в зависимости от опухоли, то, конечно, были несколько расстроены то, что ни одна пациентка с сохранившейся жизнеспособной опухолью не была вылечена. Все эти пациентки погибли. Возможно, это связано с небольшой все-таки выборкой. Потому что если мы посмотрим на это можно проскочить на результаты заброшенных лимфоденоктомий при герминогенных опухолях яичка, то мы видим, что наличие злокачественной опухоли, сохранившейся уже после химиотерапии, конечно, ухудшает прогноз пятилетней общевойживаемости 61%, но тем не менее благодаря радикальному вмешательству хирургов циторедуктивной операции в полном объеме удается вылечить больше половины этих пациентов. Поэтому я считаю, что эти же данные опять же мы можем смело экстраполировать на герминогенные опухоли яичников и пациентки с резидуальной опухолью с недисгерминомой больше сантиметра, на мой взгляд, это вот подход нашего отделения, эти пациентки должны быть оперированы в попытке удалить всю резидуальную опухоль. Потому что опять же, перескакивая обратно к яичкам, мы посмотрели, что пятилетняя общая выживаемость, когда пациентам выполнялась R0-резекция, была достоверно выше по сравнению с R1-R2, независимо от морфологии. Когда мы сравнили пациентов, у которых был некроз в удаленных узлах, но одному убрали 100% опухоли, а у кого-то там что-то осталось на капсуле, допустим, сравнили, оказалось, что некроз и там, и там, но больные с R0-резекцией живут достоверно выше. Потому что все мы понимаем, как исследуются патоморфологические препараты. Ну какой процент реально попадает на стекло из удаленного 5 см в диаметре лимфоузла? Ну сколько? 1% реально попадает на стекло к патоморфологу? 2% может попадает, но вряд ли больше. Кто даст гарантии, что там не осталось каких-то злокачественных клеток? И кроме того, опять же, у нас была группа больных, у которых после химиотерапии оставались заброшенные лимфоузлы, они, кто-то или боялся, отказывался от операции, либо были действительно неоперабельные лимфоузлы большие, не были прооперированы, и их пятилетняя выживаемость, она, конечно, не равнялась нулю, но всё-таки была достоверно хуже, 73%. Поэтому ещё раз призываю всё, что осталось после химиотерапии, желательно убрать. Ради чего мы так стараемся лечить этих пациенток? Потому что мы достигаем таких замечательных результатов. Если мы посмотрим на дисгерминомы, пятилетние выживаемость 95%, это при распространённых стадиях. Какая опухоль может похвалиться? Я не знаю, лимфома Хоточкина может быть также ещё лечится, а может и похуже. При дисгерминомах похуже результаты, 82% пациентов, но тем не менее, какая опухоль может похвастаться такими высокими результатами? Притом мы видим, что кривые выходят на плато после двух лет. Смерть, которую дальше вы видите, это уже смерть от других причин, не от прогрессирования заболевания. Интересный аспект касается репродуктивной функции. Я тут распинаюсь, рассказываю, как им важно сохранить матку, как им важно сохранить хотя бы половинку второго яичника, для чего это нужно и могут ли они после всех этих вмешательств родить нормальных детей. И вот наш анализ показывает, что собственно у 100% пациентов после химиотерапии в течение первого года восстанавливается менструальная функция. во время химиотерапии практически у всех аминория наступает, но так как они молодые и малое число курсов химиотерапии, нет локилирующих препаратов, которые сильнее выбивают это, у всех восстанавливается. из 23 пациенток, которые пытались забеременеть, 78% смогли забеременеть. Это в общем результат, который достигается среди здоровых. Если я не ошибаюсь, процент бесплодных браков составил 15% по-моему у нас. притом они все родили здоровых детей. Поэтому сохранение репродуктивной функции это в общем я считаю это важнейшая задача для лечения молодых пациенток с гермоногенными опухолями яичников и самое главное она реально выполнима. Поэтому заканчивая даже чуть-чуть досрочно, если кратко суммируя, односторонняя авариктомия при любой стадии заболевания, если конечно пациентка молодая и хочет иметь детей, еще это нормальный совершенно объем хирургического вмешательства пусть вы оставите резидуальный опухоль все равно вам проводить химиотерапию она уменьшится и после химиотерапии вы спокойно сможете в лучшем объеме выполнить более сохранное вмешательство. Хирургическое стадирование по сути дела сильно не нужно при этих опухолях оно нужно только если вы планируете наблюдение за пациентками. Химиотерапия БЭП или ПЕЙ сколько курсов химиотерапии проводить тоже до сих пор никто не знает. Если вы выполнили R0 резекцию первая или вторая стадия нет резидуальной опухоли говорится что 2 или 3 курса химиотерапии достаточно. Мне кажется что если опять же экстраполировать данные из гермоногенных опухолей яичка там вообще достаточно одного курса БЭП. Один курс БЭП уменьшает риск рецидива с 50% до 3%. И мне кажется что в этом пути должно идти развитие науки и должны идти исследования при гермоногенных опухолей яичников. Но я не призываю это пока нестандартный подход но пусть будет 2 курса БЭП. 4 курса не больше при любом количестве метастазов. И вот это последнее по поводу роли первичной циторедукции она не должна быть самоцелью. Часто приходится видеть что гинекологи настолько онкогинекологи настолько настроены на то что при патрилиальном раке яичников надо на первом этапе выполнить провести хирургическое лечение оптимально что они это стараются перенести на опухоли гермоногенные и что получается по месту жительства пациентки выполняется допустим аднексоктомия пока гистология готовится пока то все через 2 месяца она приезжает в онкцентру у нее малую тазу вот такая опухоль выросла в 2 раза больше чем была она снова попадает гинекологам гинекологи ее снова берут на хирургическое мешательство на героическое хирургическое мешательство потому что помнят цепителяльного рака яичников как важно добиться оптимальной циторедукции они выполняют эту циторедукцию через 2 недели примерно то же самое что было до этого это очень злые опухоли если говорим о хореокарциномии то у нее период полудвоения составляет меньше суток меньше суток там опухоль может расти прямо на глазах поэтому не нужно у распространенных пациенток если у вас есть морфологическая верификация диагноза да вообще не нужна эта первичная циторедукция если вот у вас есть больная у которой массивные заброшенные лимфоузлы и пораженный яичник там не знаю есть метастазы в легкие нет у нее высоченно АФП ХГЧ мы верифицировали ну не знаю там тонкоигольной биопсии какой-нибудь верифицировали поставили диагноз герминогенной опухоли да надо начинать химиотерапию никому циторедукция она не нужна не должна быть самоцелью поэтому от нее можно спокойно отказаться ну и помнить что беременеть и рожать им можно и нужно а и последнее им можно проводить гормонозаместительную терапию постоянно приходят молодые женщины страдающие от симптомов климакса которым убрали оба яичника говорят что нам онкогинекологи категорически запрещают проведение гормонозаместительной терапии никакого отношения эстрогены и гистогены к герминогенным опухолям не имеют я про эпителиальный рак яичников не очень уверен по-моему тоже можно проводить заместительную гормон терапию вот но при герминогенных абсолютно точно рекомендуйте докринологам или сами назначайте если знаете спасибо спасибо большое спасибо спасибо спасибо